МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, уже можно подвести итоги по вашей работе за 2023 год? Да, предварительные итоги можем подвести. На территорию округа у нас наблюдается уменьшение количества пожаров по сравнению с прошлым годом, погибших и травмированных. На сегодняшний момент на территории округа произошло 349 пожаров, за наличный период прошлого года 356 пожаров. На пожарах в этом году погибло 8 человек, из них один ребенок погибший у нас, к сожалению, есть. В прошлом году погибших было 9 человек, из них трое детей погибли в прошлом году. Травмированных при пожарах в этом году 6 человек, в прошлом году было травмировано 9 человек на пожарах. Ну, одна из самых больших трагедий – это гибель ребенка. У нас 28 октября произошел пожар в СНТ «Химик» вблизи деревни Калиновка, где мама с несовершеннолетней дочерью 2009 года рождения не смогли вовремя эвакуироваться из горящего садового дома, отравились угарным газом и погибли остались на месте пожара. Также на этом пожаре двое мужчин получили ожоги. Впоследствии один из пострадавших скончался уже в больнице. Одна из последних гибелей у нас – это 14 декабря в Расторгуевской части города Видное произошел пожар, где погибла пожилая женщина 39-го года рождения. Также не смогла вовремя эвакуироваться из горящей части дома и, соответственно, погибла при пожаре. Поэтому мы неоднозначно уже не один раз, точнее, говорили, что нами рекомендуется установка автономных дымовых пожарных извещателей, которые своевременно могут оповестить о возникновении пожара при малейшем задымлении. И, соответственно, человек, если это в ночное время, также оповестит, потому что довольно-таки громко он вещает, и человек просыпается и может своевременно покинуть горящие жилища. Сергей Владимирович, я извиняюсь, а вот в чем причина была этих пожаров, которых причислили? Значит, в первом случае, где погибла женщина с ребенком... Это 28 октября, это в СНТ? Там причиной пожара послужила перегрузка электросети, так как для отопления использовали обогреватели, сеть электрическая дома, домовладение не было рассчитана на такую нагрузку, и, соответственно, произошел аварийный режим работы электросети, и впоследствии пожар. Пожар случился в ночное время, когда люди спали. Во втором случае нарушение правил эксплуатации печного отопления. Данной причиной пожара послужил этот случай... А это тоже был частный дом? Это дом на трех хозяев, ну, можно сказать, одна из квартир жилого дома. Значит, и там дочь погибшей женщины, она отошла как раз, когда возник пожар, ее на месте не было, бабушка одна оставалась там, в квартире, и, соответственно, ну, произошел пожар, обстоятельства сейчас выясняются, проводится доследственная проверка. В общем, вот такая вот история. Основными причинами пожаров у нас это, как я уже говорил, это аварийный режим работы электросети, то есть зачастую электрические сети перегружаются, электропроводка старая. Я уже неоднократно и в этой студии говорил, и вообще при встречах с населением рассказываю, объясняю, что зачастую раньше, когда строились особенно дома старой постройки, то есть там 60-х, 70-х годов, в том числе и 80-х, когда в доме в частном использовали один телевизор, один холодильник, ну и, в принципе, практически, наверное, все. К нам утюг включали. А сейчас нагрузка на электросети выросла в разы, гораздо больше, потому что сейчас у нас практически в каждой комнате мы телевизор смотрим, по холодильнику не по одному, микроволновые печи, стиральные машины, посудомоечные машины. А та электропроводка, которая прокладывалась в годы постройки, то есть мы говорим о 60-х, 70-х, 80-х годах постройки дома, она, конечно, не была рассчитана на такое количество энергопотребителей. Поэтому нагрузка увеличивается, происходит аварийный режим работы, электропроводка разрушается, происходит короткое замыкание, ну и в результате чего возникает пожар. Если это происходит где-то рядом, электропроводка проложена рядом с легкогорючим предметами, ну там и древесина и так далее, то есть под обоями, то при коротком замыкании постепенно происходит возгорание, ну и дальше распространяется по горючим конструкциям. Также одной из основных причин пожара это неосторожное обращение с огнем людей, то есть определенная халатность определенная, которая люди не всегда проявляют значимость, проявляют в данном направлении, то есть неосторожно используют огонь, у нас в начале года два случая гибели людей, это неосторожность при курении, в том числе, то есть люди курили, тоже в ночное время заснулись сигаретой, то есть непотушенная сигаретка стала причиной пожара, да, и человеку достаточно пять вдохов для того, чтобы уйти в глубокий сон, погрузиться, то есть, соответственно, мозг притупляется, и человек уже не осознает, не понимает, что происходит, засыпает, и дальше уже отравление угарным газом происходит, и человеку уже спасти практически невозможно. Ну, и в том числе, значит, нарушение правил эксплуатации печного отопления. Да, сейчас отопительный как раз период, то есть зимний это считается более опасным, потому что очень много приборов, да, вот особенно, наверное, в частном секторе. Вы знаете, да, вот что касается прогнозов на новогодние праздники, анализируя произошедшие пожары в предыдущие годы, мы понимаем, что в новогодние праздники количество пожаров увеличивается практически в два раза. Если в летний период, ну, возьмем территорию, например, нашего субъекта, Московской области, в летний период происходит где-то 25 пожаров, на пожарах травмируется, либо гибнет, ну, максимум один человек, то в зимний период количество пожаров возрастает до 40, гибнет, либо травмируется около двух человек, то в новогодние праздники количество пожаров возрастает до 50 в среднем, по статистике, и погибает от трех человек и более, и также травмируется от двух человек и более. То есть эта статистика на протяжении, там, последних не менее пяти лет, мы проанализировали, и вот, в общем, получается такая ситуация. Дело в том, что, ну, в новогодние праздники жители города Москвы, которые имеют дачные дома, соответственно, дома в деревнях, они хотят и приезжают, чтобы отдохнуть на свежем воздухе, уехать с мегаполиса, побыть наедине с природой, но не всегда данные дома соответствуют условиям проживания в зимнее время. То есть если в весенний период и там в осенний период хватает мощности, например, если используется печное отопление, мощности печи для того, чтобы, ну, было достаточно тепло, то в зимний период при понижении температуры печи не справляются, соответственно, но, тем не менее, люди пытаются побольше их топить. Долгая топка печи приводит к разрушению конструкции печи. Ну, это что касается печи. Также, как я уже говорил ранее, увеличивается нагрузка на электросети, то есть обогреватели используют, поэтому... Как правильно вообще использовать обогреватели, чтобы это было безопасно? Обогреватели, ну, во-первых, должны быть сертифицированы, иметь устройство защитное, устройство отключения, исправное устройство должно быть для того, чтобы обогреватель не перегрелся. Соответственно, эксплуатация должна быть только под наблюдением, ну, то есть присутствие человека ночью, пожары происходят, когда человек засыпает, обогреватель работает, если обогревателю много лет отсутствует или там сломалось устройство защитного отключения, в редких случаях кто-то бежит покупать новый, отремонтировали по-быстрому, некачественно отремонтировали, оставили включенным, уснули, ну, соответственно, происходит пожар от того, что электроприбор был неисправен. Поэтому в обязательном порядке исправные электрообогреватели должны быть сертифицированы, как я уже сказал, ну, тогда беды не будет. Ну, и под наблюдением. В ночное время, когда человек спит, нельзя их оставлять включенными в электросеть. Новый год – это, ну, больше всего ждут Новый год, наверное, дети. А какую профилактическую беседу стоит провести? Потому что, наверное, это не только, да, обезопасить с использованием пиротехники, да, то есть нельзя детей допускать до фейерверков, но еще какие-то есть меры? Ну, вы знаете, одна из важнейших задач нашего ведомства, администрации Ленинского городского округа – это информирование. Информирование населения, жителей, гостей нашего округа. Мы постоянно проводим подворовые обходы, квартирные обходы, в том числе и посредством наружной социальной рекламы, на больших телевизионных экранах. Демонстрируем ролики, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности. Демонстрируем конкретные примеры пожаров, которые происходят по какой-то беспечности людей и по причинам, которые я уже назвал ранее. В том числе на телеканале «Видное ТВ» у вас, значит, с определенной периодичностью прокручиваются ролики, видеоролики, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Используем родительские чаты, проводим, участвуем в собраниях, в школьных детских собраниях, где также доводим требования пожарной безопасности, напоминаем номера вызова пожарной охраны, напоминаем действия в случае возникновения пожара. 20 декабря проведен единый день тренировок по поручению губернатора Московской области Андреевича Воробьева. Во всех образовательных учреждениях проведен такой день, где дети ножками попробовали, вышли. То есть был условный пожар, и дети эвакуировались, так скажем, из зданий. То есть все объекты с массовым пребыванием людей, в том числе детей, участвовали в данном дне. А учебная эвакуация же проходит как-то регулярно во всех учреждениях? Ежеквартально. Ежеквартально мы проводим, дополнительно при профилактических визитах, также мы проводим учебно-тренировочные эвакуации. С детьми постоянно работа у нас ведется в школах, в детских садах. Как я уже сказал, напоминаем номера вызова пожарной охраны, действия в случае возникновения пожара. Знаете, зачастую даже вот данная работа, она показывает плюсы свои. Дети очень быстро ориентируются, знают, как они должны действовать. Не все взрослые так бывает, когда вот, например, там учреждение здравоохранения, когда взрослый персонал, и взрослые иногда теряются. А дети, вот они у них, так как данные тренировочные эвакуации, беседы и так далее, то есть разъяснительная работа ведется постоянно, они очень хорошо запоминают, то есть действия правильные, нужные, направленные на обеспечение своей же безопасности. Всякие мессенджеры, социальные сети используем. У нас есть группа и в Телеграм, и в ВКонтакте, где мы также агитируем на соблюдение требований пожарной безопасности. Проводя встречи с населением, раздаем памятки по мерам пожарной безопасности. Ну, конечно, это зависит от сезонности, то есть по зимнему периоду свои памятки, весенний и летний период свои, летний период свои, ну, в общем, по направлениям именно по сезонности работаем. Ну, у вас круглый год вы ведете работу информационную. Давайте все-таки напомним по поведению в новогодние праздники, где нужно быть особенно внимательными и осторожными. Вот в быту. Вот смотрите, я бы хотел обратиться к жителям, к гостям нашего Ленинского городского округа, уже тоже неоднократно говорил об этом и я, и у нас на центральных каналах мы постоянно видеоролики транслируются. То есть рекомендуем приобрести всем автономный дымовой пожарный извещатель. Данный прибор спас уже немало жизней, особенно в ночное время, как я уже говорил, когда люди спят. Вообще пожар происходит, как правило, от нескольких сантиметров. При малейшем же задымлении, если прибор установлен, он срабатывает на малейшее задымление, издает сигнал. Я сейчас продемонстрирую. Довольно-таки громкий сигнал издается, и, соответственно, человек просыпается и может своевременно эвакуироваться на свежий воздух, покинуть горящее помещение. Также иметь у себя в домовладении, в квартире, элементарные первичные средства пожаротушения, огнетушители, порошковые либо углекислотные огнетушители, которые помогут, если автономный дымовой пожарный извещатель, он поможет своевременно оповести пожаре, то огнетушитель поможет быстро ликвидировать пожар. Потому что пожары, как правило, большие не разгораются, то есть они разгораются со временем. Пожар один-два метра квадратных, любой взрослый человек, независимый мужчина, женщина, могут самостоятельно потушить при наличии первичных средств пожаротушения, такой как огнетушитель, и не будет практически никаких нематериальных потерь, ну а тем более никаких потерь человеческих жизней. Такой прибор также мы рекомендуем, это самоспасатель, фильтрующий, используемый при пожаре. Значит, данное устройство позволяет очень простого эксплуатации, срок годности не менее пяти лет, так же, как и огнетушителя. Соответственно, человек, если задымление, он распаковывается, в течение буквально 20-30 секунд одевает человек на голову его, и может спокойно, как потушить, вот небольшое возгорание, как я уже сказал, ну, все равно мы понимаем, что дышать тяжело и опасно, когда задымление, а в данном устройстве, то есть это будет безопасно сделать, если потушить не удалось, то уже, соответственно, эвакуироваться на свежий воздух, на улицу, то есть довольно-таки длительное время. Ну, на какой период примерно он защищает? Данный прибор защищает, ну, где-то минут 5-7-10, ну, в зависимости от человека, конечно, потому что дыхание во всех разное, поэтому, ну, и приборы, они разные, их на самом деле у нас на рынке представлено много, поэтому, ну, здесь по возможности, по материальным затратам человек может приобрести их. Говоря об автономной, домовой пожарный извещатель работает от батарейки Крона, желательно, конечно, их развешивать в каждой комнате, на кухне, в жилых комнатах, в том числе и в коридоре. Батарейки Крона хватает где-то для работы на год, то есть, в дальнейшем, если батарейка разряжается, то домовой пожарный извещатель, он издает определенный сигнал, ну, говорит о том, что смени во мне зарядное устройство, то есть батарейку, поэтому приборы очень долговечные, и стоимость их не такая большая, ну, спасли, еще раз говорю, все вот устройства, которые я сейчас сказал, спасли немало жизней уже в прошедшем времени. То есть, а помимо того, что в многоквартирных домах обязаны установить пожарные извещатели, то есть, желательно бы привести еще в квартиру? Ну, те домовые пожарные извещатели, которые у нас установлены, это системы, значит, это многоквартирных жилых домах, многоквартирных жилых домах этажностью 9 и более этажей, соответственно, где этажность меньше, если, значит, систем таких нет, то в квартирах мы рекомендуем устанавливать вот такие автономные дымовые пожарные извещатели. В том числе, значит, многоквартирных домах повышенной этажности, они установлены не во всех жилых помещениях, ну, так нормы нам гласят, но также мы рекомендуем всем устанавливать отдельно в каждом помещении автономные дымовые пожарные извещатели. Ну, конечно, это больше касается вот пятиэтажек у нас, ну, и частного жилого сектора, где у нас по статистике больше всего пожара происходит в жилье, а если брать жилье, подразделять, то именно в частных жилых домах. Больше всего пожара происходит вот на территории, как нашего, Гринецкого городского округа, так и на территории Московской области, ну, и по России такая же статистика. Ну, также хочу напомнить о своевременном ремонте электропроводки, которая используется, не перегружать электросети, не использовать неисправное электрооборудование. То есть все вот эти моменты, они помогут сберечь как наше жилище, человеческие жизни, и чтобы не были нанесены большие материальные потери. Потому что пожар наносит очень большие материальные потери и уносит, как я уже ранее говорил, человеческие жизни. Сергей Владимирович, сейчас все-таки Новый год, новогодние праздники, многие украшают квартиры, то есть это гирлянды, здесь тоже получается большая нагрузка. То есть и шторы, и вот как вот использование электрогирлянд может повлиять? Ну, смотрите, значит, дело в том, что, да, происходит пожары, есть зафиксированные, у нас на территории таких пожаров не было, но, тем не менее, в Российской Федерации такие пожары зафиксированы, которые происходят от неисправных электрических гирлянд. Как правило, зачастую это происходит от того, что гирлянды используются не один год, имеют какие-то повреждения, то есть при хранении, когда сняли гирлянду, первый год ее купили, повесили, она новая, все хорошо и безопасно в эксплуатации. На второй год сняли гирлянду, переломили где-то проводок, то есть неправильное хранение приводит к тому, что не заметив этого перелома, то есть человек также вешает данную гирлянду на елку, либо сейчас стало как бы модным, на окна вешает и так далее, вешает, причем не просто на окна, где есть не горючие или трудногорючие предметы, а на шторы прям вешают, что ни в коем случае делать нельзя, потому что мы прекрасно понимаем, что маленькая искорка и ткань очень быстро загорается и очень быстро пожар развивается. Поэтому эксплуатировать электрические гирлянды нужно исправные, то есть если это повторные, то есть не новая гирлянда. А срок службы какой гирлянды? Вы знаете, ну это заводом-изготовителем, да, это завод-изготовитель, потому что надо смотреть, что предусмотрено заводом-изготовителем. Нельзя, конечно, сверх срока службы эксплуатировать, зачастую люди коробочку вскрыли от гирлянды, выкинули ее, а потом даже не понимают, сколько ее можно эксплуатировать. Поэтому это делать мы не рекомендуем, то есть нужно сохранять коробку от каждой гирлянды, чтобы каждая гирлянда находилась в своей коробке, чтобы было понимание, сколько ее срок службы. Естественно, ну в среднем где-то около 5 лет хорошая, качественная гирлянда, она служит, но больше этого срока ее нельзя эксплуатировать. Ну и визуальный осмотр, прежде чем повесить и запустить гирлянду, необходимо производить визуальный осмотр, то есть для того, чтобы убедиться, что никаких нарушений нет, все целостно, проводка, ну электропровода целы, соответственно, вилка выключателя также цела, значит, ну и многие используют так называемые тройники, и где-то если евро в этот тройник, если не качественные тройники, то же самое, в этот тройник вставлялась евровилка, которые сами кончики вот именно евровилки, они довольно-таки толстые, а вилка гирлянды уже менее толстая, тонкие довольно-таки, и вот в приборе уже в самом тройнике то есть пластина, которая зажимает вилку, она расширилась, и плохой контакт происходит, и зачастую из-за плохого контакта также происходит аварийный режим работы электросети, это как бы можно даже на ощупь попробовать, если вилка нагревается, то значит это первая висточка о том, что нужно менять, скорее всего это либо тот тройник, либо тот удлинитель, который используется, либо может быть и саму гирлянду. Искусственная или живая ель, что безопаснее? Ну, вы знаете, безопасно, это самое безопасное, это быть бдительным и эксплуатировать все правильно. Не нужно, уже мы живем в современном мире, ни в коем случае там на елку, неважно, искусственная она или живая, вешать там свечи и зажигать их потом, бенгальские огни также нельзя там прикручивать к елкам, потом их поджигать, потому что это источник зажигания и соответственно может произойти пожар. Украшать елку нужно как бы игрушками, которые легко не воспламеняются, то есть надо понимать, что легко воспламеняющиеся предметы, которые находятся вблизи гирлянд и так далее, они могут повлечь пожар. Ну, как я уже говорил, нельзя использовать гирлянды с поврежденной изоляцией, если там перегоревшие есть, лампочки и так далее, ее необходимо заменить, поверьте, это будет проще, дешевле в случае возникновения пожара. Ну, также елки необходимо устанавливать на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов, не менее полтора метра от печей, не должны елки стоять на путях выхода, чтобы пути эвакуации были свободны, необходимо елки устанавливать таким образом. Ну, и по окончании праздников необходимо елку, если особенно это касается живая, если это ель, чтобы не высушивать ее до конца, то есть по окончании праздников правильно ее утилизировать в специальные контейнеры, которые будут установлены у нас на территории округа. Сергей Владимирович, давайте разберем такой актуальный вопрос в период как раз новогодних праздников использования пиротехники. Разрешено ли вообще ее использовать на улице? Пиротехнические изделия использовать разрешено. Ну, давайте я сначала скажу о том, что запрещено. Использование пиротехнических изделий в зданиях, сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частей зданий категорически запрещено. То есть, мы понимаем, что запуск пиротехнических изделий разрешен на открытой местности, на расстоянии не менее 30 метров от зданий и сооружений, и в том числе не менее 30 метров от зрителей. Необходимо, чтобы пиротехническое изделие было куплено с сертификатом, каждый пиротехническое изделие имеет свой сертификат. Если отсутствует у продавца сертификат, то, значит, здесь это первые признаки контрафакта. Такое пиротехническое изделие покупать не нужно. Пиротехническое изделие не должно быть просрочено, соответственно, должно быть на упаковке инструкция на русском языке в обязательном порядке. Если вот просрочка есть, если нет инструкции на русском языке, это тоже признаки контрафакта, и, соответственно, такое изделие использовать нельзя. Если повреждена коробка, то есть упаковочный материал пиротехнического изделия, то же самое. Использовать такое пиротехническое изделие нельзя. Его нужно утилизировать в соблюдении всех требований пожарной безопасности. Ну, соответственно, необходимо смотреть на погодные условия, то есть запуск пиротехнических изделий должен отсутствоваться с подветренной стороны, соответственно, то есть от людей. Ну, есть у нас возрастное ограничение. Лицам, которым не исполнилось 18 лет, запуск пиротехнических изделий запрещен. Вот. В том числе хотелось бы напомнить, что нельзя запускать пиротехнические изделия из рук, потому что это очень опасно, ну, за исключением хлопушек, которые на воздухе, на пружинах, то есть есть хлопушки такие, которые безопасны для запуска. и, конечно, у нас бенгальские огни тоже никто не отменял, но тоже необходимо быть внимательными, чтобы не получить ожогов никаких. Петарды и так далее. Детям продажа, во-первых, запрещена, ну, и ни в коем случае дети не должны их использовать самостоятельно. Вообще, вот в новогодние праздники фиксируются травмирования особенных детей, открывают пальцы, кисти рук, дети получают травмы, поэтому взрослые должны, конечно, за этим следить. Есть нерадивые продавцы, которые, гонясь за выгодой, продают детям данные пиротехнические изделия, совместно с УВД мы проводим такую работу, то есть, но в первую очередь, конечно, должны родители, бабушки, дедушки провести со своими детьми, внуками, беседы, что использовать пиротехнические изделия им нельзя. Спасибо большое, Сергей Владимирович, за информацию. Будем внимательны. А 27 декабря вы и ваши коллеги отметили профессиональный праздник День Спасателя. Можете еще раз поздравить своих сотрудников? Наталья. Да, действительно, вчера исполнилось 33 года Спасательному ведомству МЧС России, поэтому в этой связи хочу поздравить коллег своих в первую очередь с праздником, пожелать здоровья, благополучия. Также от души хочу поздравить наших ветеранов, которые постоянно с нами, делятся опытом, помогают нам. То есть их колоссальная действительно работа, которые прожили уже немалую жизнь и имея большой опыт работы внедряют какие-то свои идеи в обеспечение пожарной безопасности. Поэтому всех коллег с праздником здоровья, благополучия вам, вашим семьям и сухих рукавов. И с наступающими новогодними праздниками, чтобы поменьше было у вас работы. Ну и конечно, в преддверии Нового года Рождества Христова всех жителей, гостей Ленинского городского округа поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья, благополучия, терпения, удачи во всем. Берегите себя. Спасибо большое, Сергей Владимирович, что пришли к нам в студию. А я напоминаю, у нас сегодня в гостях был Сергей Дежкин, начальник отдела натурной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова